8 утра всем привет мы на пляже генически жара неимоверная влажность как только что какая-то женщина кричала влажность 90 процентов у нас вещи не высыхают нечем а тряпки полотенце висят мокрые у людей же в воде среди 8 утра повторяемся по 8 утра 6 5 некоторые в городе еще спят некоторые да а здесь уже бурлит жизнь смотрите мы я пока о вода 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 более-менее чистая водичка хорошо кусочек счастья только уже извиниться на но я попробую а а а а а а а а а еще раз покажу заходим кто спрашивает камни везде и все и вот видите камни не везде наша лягушоночка а температура воздуха двадцать сейчас двадцать шесть семь двадцать восемь сейчас двадцать восемь раз ну не знаю какие темы еще раз привет это я уже не знаю двадцать восемь ну это ужас я сегодня с четырех утра если честно не спала все пыталась за вкус жара такая духота по прогнозам погоды на каждом сайте по разному написано что будут дожди в Венеческе ну что-то сегодня типа такое затягивало уже нету дождика так проверим сейчас медузы есть или нет попросили на это обращать внимание но пока я не видела ни одной медузы вот сколько мы шли ну вообще их сразу видно они такие как что крокодилы блин по десять килограмм нет вот смотрите вот сичненькая водичка медуз нету не знаю тоже я тоже вчера кстати полезла смотреть погоду на каждом сайте по разному суббота воскресенье точно написано ливни грозовые вот видите какая что несистая хоть вода и медуз этих нет красота людей там уже много с 8 утра уже очень много людей видно и новость поприезжала во-первых отдыхать нечем у меня влажность какая-то очень сильная капец спать невозможно а тряпки висят мокрые на ушко мерила мерила и детей пошла что вам рассказать о ну слава слава спасибо тебе там ребята кто спрашивал про цены на маршрутке под вчерашним прямым эфиром слава понаписывал цены и во сколько и где отправление как говорится государственных автобусов но мы все равно завтра приезжают валеры на родители на море ну и завтра вам там поснимаем расписание если оно там есть какое-то и цены на ж.д. вокзале таксистов я попыталась конечно порасспрашивать что почем и куда потому что цены у них меняются если людей много то у них сразу соответственно цена становилась чуть-чуть ай ну и все равно как водитель как говорится я не могу понять этого прикола почему они очень дешево 20 гривен с человека они берут активы например до любой точки геннический ну и может тронуться только 20 гривен литр бензина 30 здесь с этим ну понятно что кто-то писал а вот если ехать счастливое счастливцевое или стрелковое то конечно там уже 130-200 ой но все равно у нас же бензин такой дорогой о логушка плавает сейчас и я с него замерну и такой сегодня солнышко отражается в море красота но сколько мы прошли медуз не было ни одной здравствуйте здравствуйте а я смотрю идет идет за вами здравствуйте о и медуза смотрите вот она нашлась а то спрашивают про медуз да есть медузы периодически вчера было много хоть и вода была мудная но все равно там было а вы откуда из Днепра а у меня же Валера вообще из Днепра ну и мы там прожили 8 лет в Днепропетровске так что почти самое главное что вы ужины свои не показываете которые как жена писала вот это в Днепропетровске она мы уже по кофе не ходим не ходите да уже все долго вы еще будете тут ну будем несколько недель парочка еще будем супер конечно ну и где лучше или или везде по-разному мне будет нравится больше счастливо счастливо а чего ну потому что там вот зашел и там уже глубоко а вот я иду 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 ну там получается да там опять же мы вчера вот отходили туда на камушке там людей поменьше ага им уже как-то свободнее дышать здесь же сейчас днем вообще будет да 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 вчера тоже пока пройдешь по лестнице очереди там мне конечно море больше но здесь тоже свои плюсы здесь очень дешевое все дешевое все дешевое мясо дешевое да да проходили в тот магазинчик что вы показывали мы в принципе сюда вы ездили уже 6 год подряд вы именно стоите да 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 ну не знаю мы не любим особо таких приключений с сыном мы катаемся сюда приезжаем так тоже много чего знаем единственное конечно у них каждый год что-то новое появляется да вот этот смазной я кстати недавно покупала мясо вот на базу у меня именно такое вот такие вот прожилки сальни у них можно лучше и дешевое опять же надо было с утра идти а я потом пошла как-то в обед уже ну вчера покупали шикарно мы 120 сяли заднюю часть свиньину да свиньину не такая не такая серьезно она у них тут какая-то сочная сочная я обожарил шарюл очень на смальты вообще не такая смальты вообще не такая а у них все тут какое-то кукурузы тоже правильная да вкусная в Нибире берешь ну вообще не такая тут я в шоке вообще у меня муж арбузы не любил и черешни в этом году начали арбузы и черешни да он вообще я когда покупаю черешни я фанат черешни я ж как из голодного края я в Мелитополе там на базаре я была готова весь всю машину черешни вот оно тоже меня любит уже персики здесь это ж можно умереть просто сразу персики ну мы уже едим наверное ж как и вы из супермаркета пришел так у нас сегодня температура воды скот 27 27 градусов ну сколько это послушаем а возьмем сюда не приходите нет там мы мотаемся где-то снимаем скажите где вы нашли эти местные Мальдивы мы спрашиваем у всех никто не знает вот а вот в той стороне вы выезжаете из Геническа и как ехать на Арабатскую стрелку переезжать вон первый может и сразу за вторым с этой стороны вот эти вот там где канал залит там где змеи и у них плавают ну там еще не такая соленая классная лодичка вообще там все местные там машины вот стоят много местных все местные я спрашивал по базару а напротив вот эта кейт школа еще летают они и вот это же там вы подъезжаете к этой кейт школе так они знают местные что это называется нет нет я у них знаю это название уже как сказали придумала я аааа вы придумали а мы их думали мне кто то написал комментарии съездите наконец то на местные мальдивы мы в том году были там не снимали мы назвали дикий пляж я говорю о кажется местные мальдивы ну начали так говорить это приклеилось И начали говорить, кто же к местным приезжает и говорит, это ж местные Мальдивы, они говорят, какие местные Мальдивы, это там ласточки, как что-то у них по-другому называют. Они начинают так раздеваться, ой, так, где же самая мелкая, я на них смотрю, это сынок, не знаю. Да, вот сынок, почему бы нашел, не постеснялся. А они не знают, думаю, ну ладно, не знаете, не знаете. Так что это уже получается, кто-то мне сказал, и я это в каждом ролике повторила, и в общем теперь все спрашивают, где эти местные Мальдивы. Ну это все уже приклеилось теперь, я не знаю, вам надо запатентовать это дело, потому что теперь будут, все, кто приезжает, спрашивают, где тут местные Мальдивы, потому что все ваши, ну... Я поняла, что пошла нам что-то снимать уже, съели где-то, что-то, потом начинают писать, а нам не такое, вот нам принесли шаурму с капустой, одно невкусное. Ну ребят, вы же видели, мы же на камеру снимали, сколько нам положили нас, сколько нам чего положили, сколько нам сыра. Ну типа вам, наверное, для того, чтобы были с камерой, ну может, не знаю. Я с ней не знаю. Действительно, я скажу насчет шаурмы здесь. А здесь вообще был шаурмы? Нет, есть. Раньше был. Хороший нет. Был армянчик, я не помню, как он сказал. Да, ну он уехал, он остался в Крыму, да. Он уехал в Крыму, боже, это было просто. Большая была, шикарность. Мы приезжали только ради нее. Ради нее, да? Все, он уехал, вообще ничего. Ну вот я уже поняла, потому что я смотрю, нету такой очереди, как вот в Асфальте видится, в Днепре. И вот как у них там очередь, кстати, вот у ребят с брички. Да. И все тут, у меня уже три местных человека подошли и спросили, действительно ли вкусная шаурма. И мы поедем с семьями туда. Они, то есть отсюда местные, в Зиническом, поедут туда, чтобы поесть. Поеду можно было вообще... Поеду было вообще... Такое чувство. Я вообще не могу понять, как у меня на нее в рот влияет. Вот это здесь такое было. А потом он уехал. Да, я тут хутдох пробивала. Родители, когда мы уже приезжали, в тот раз мы не снимали. Камеры не были, мы не захотели. И снимать мы в общем было. Ну это что-то такое было тоже. Вот здесь на углу. Какая-то булка, какая-то непонятная сосиска, какой-то кетчуп, майонез. Ну, в общем, нас тоже... Экономят, они уже экономят. Раньше, конечно, да. В общем... Ну что, будет у нас дождь, как вы думаете? А, сегодня обещали? Вообще написали по прогнозу погоду. На субботу, воскресенье вообще гроза и молния. И прямо там что-то будет неимоверное. Я не смотрю погоду сюда, когда приезжаю. Я не хочу расстраиваться. Я очень напечатлительный, честное слово. А мне, если честно, дождик расшпочется. Такая жара. Такая жара. У нас, я не знаю, может, поскоряешься номер с инфляционером. Нет, у нас с вентилятором. С вентилятором, с телевизором. Влажно здесь. Но зато с туалетом. Самое главное. А, с нормальным туалетом, да. Мы сколько ездили сюда... А сколько вы с ним? Дуран снимаете? Нет. Нет, вот сразу... Вторая улица. 150. Это у человека, да? Да, да, да. Двухэтажный номер у вас, да? Нет, двухэтажный домик. А, 6 комнат. В принципе, с тех разов, что мы снимали до этого... А вы в разное все время ездите, да? Да, да, да. Мы всех знаем тут, где что-то... А как вы приезжаете и ищите? Или через интернет? Нет, я ищите с интернетом. Я нашла в этом просто ОЛЕКС. Ну, это хорошо, что у вас не кинули, как написали. Сколько людей поперечисляло деньги за день, за даток. Ну, в ОЛЕКСе появились какие-то машины. Так что люди, имейте в виду, блин, не пишите мне в Инстаграм. Пойдите, проверьте, наверное, нас кинули. Ну, как же, что я приду? Кто я? На какую фамилию? Мне какая-то... А вы знаете, как? Я ее нашла, я с ней поговорила, она тоже говорит. Она много нам рассказала. Она все знала, конечно. Могут... Давайте за одни сутки, а я говорю, да нет, давайте меньше. Уже никому не было видно, если вы где-то не увидите. Да. А потом я просто попросила, сделайте мне натуральные фото. Вот сейчас сфотографируйте мне и вышлите. Да, да, да. И ей пришлось вайфер выслать фото. Вот. Это же, опять же, это классные люди, кто умный, придумал. Я сейчас чуть-чуть повернусь, а то ветер, когда будет шел. Потому что люди говорят, что все равно есть у людей на интернете жилье, они скачивают фотографии. Вы просите, как в реальном времени чуть ли не зубилка или газета, как говорится, в руках или с человека. Потому что, ну, смотрите, я же могу скачать с интернета, правильно? Конечно. И выставить вам фотографии лестники. Я, кстати, мы снимали, люди говорят, да. Ну, кидают, в OLX. Кидают, кидают. Ну, OLX вообще сама по себе компания стыкает, где много чего-то, да, с объявлениями, со семьями, да. Но здесь мы тоже переживаем. То есть они такие три раза, вы нас кинете, я говорю, я не могу. Но потом она начала перечислять, где какие магазины. Я говорю, а скажите, что у вас тут там? Ну, просто, что мы ездим сюда. Ну, да, вы знаете. И мы знаем. И вы ее, короче, как на пытках, да? Мы реально замучили. Я уже потом приехала, говорю, вы извините, говорю. Ну, просто не хочется приехать. Ну, да, даже все равно такая мелочь. И, ну, да, ты что едешь, и потом будешь устать себе жилье. Не, ладно, мы вдвоем приехали. А мы с ребенком, да. И то, что поезд четыре уха едет, это мы приедем в четыре утра. А у нас соседи приехали, да, тоже в четыре часа. Они ходили до десяти часов утра, не могли найти турки. Они от АТБ шли. А сейчас забито уже, да? Забито. Забито ничего не было. Да. Вот эта пляжная зона, ну, вот эти первые две-три улицы вообще. Слышали, люди забито, уже ничего нет. Так что не едьте сюда. Мы... Здесь очень плохо, что место все забито. И, да, и цены, конечно, у них тут вот эти условия есть, что, ну, вообще практически, вот эти туалеты, ну, квадратные, деревянные, неудобства, вот это вот все. Да, да, да. Туда можно попасть, но, конечно... Вот даже, мы сколько проезжали, Генгорка отличается капитально, вот так вот, если скакать от генетического. Счастливцева уже более потише, а Стрелковая вообще, как говорится, затище такое. Ну, Генгорка, мне кажется, более такая даже молодежь, когда всегда много таких кафе, всяких там набережней. Вот мы буквально сейчас, если у Валерии будет настроение, может, поедем сегодня, и погода не испортится, потому что, что ж зря, надо ж покупаться, занырнуть. Ну, вам не в чем не заводят, он у вас... Мы как раз попали, вот, а мне тут рассказывать особо нечего. Мы вчера в громом эфире на час тридцать повисели, так я вроде им все рассказала. Вот теперь говори. Все, до свидания, хорошей погоды всем, приезжайте. А ну, что у вас это морюшка? Да, морюшка. Патентуем, да? Я вам говорю, мы в инстаграме написали тоже, морюшка, вот оно морюшка, супер, ваше слово. Слушайте, а уже, я вам говорю, что испортили настроение вчера. Уже это про морюшка написала. Что ты его так называешь, морюшка? Что ты его проверяешь? Ну, капец, я говорю, что испортил. Не скажи, не сделай, не скажи. Да, все, хорошего вам отдыха. Так, все, видите, какие у нас хорошие зрители встречаются. Все, больше и больше хороших людей. Это хорошо, когда много хороших людей. Так что мы пообщались с ребятами из Днепропетровска, замерили вам температуру 27 градусов. Еще раз повторю, ну, хорошего вам всем дня. И напоследок, конечно, наше любимое морюшко. Так что, пишите там гадости, все равно вы нам ничего не используете. Ни настроения, ни погоды, ничего. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok